В городке 17 Наталья Синюк живет с рождения. Говорит, такого масштабного благоустройства дворовых территорий не помнит. Теперь у дома 23 не только новые тротуарные дорожки, бордюры, ограждения, проезжая часть, но и парковочных мест стало значительно больше. Сделали качественно хороший асфальт с парковочными местами, которых нам очень сильно не хватало, потому что здесь паркуются в нашем дворе жители с 17, с 19 дома, с 21, потому что там видна узкая проезжая часть. На данный момент у нас даже есть свободные места, для нас это удивительно. Обновленную дворовую территорию осмотрел глава округа. Он отметил удобные бордюры для маломобильных граждан, а также необходимость обустроить спортивное пространство. Здесь была единственная волейбольная площадка на весь городок. Ну это я говорю про многофункциональный волейболь, футбол, чтобы можно было. Да, если бы как в скором времени. С местными жителями Андрей Иванов обсудил результаты проделанных работ, пообещал учесть все замечания и выслушал пожелания на будущее. Хотелось бы, чтобы поставили какие-то площадки для детей постарше, там, например, как в Одинцово, в Раздорах мы тоже были. Я не знаю, как это правильно называется, большая такая паутина, еще что-то. Ну то есть для детей постарше, от 12 и выше. Дворовую территорию привели в порядок по губернаторской программе комплексного благоустройства. Сейчас здесь проводят озеленение. В этом году вообще у нас больше 20 дворовых территорий по округу. Ну это одна из них, которые уже работы основные закончены, разметка закончена. Сейчас идет у нас как раз приведение в порядок после окончания работы. Здесь у нас, наверное, порядка 4,5 тысяч квадратных метров это проезды было заменено. Порядка 1700 квадратных метров тротуаров было сделано и порядка 2,5 тысяч метров парковочного пространства. Работы проводили в тесном взаимодействии с местными жителями. По согласованию с ними ликвидировали старые деревья и обустроили новые парковочные места. Так у проживающей в доме мамы с ребенком-инвалидом теперь есть отдельная машина-место.